Дорогой Владимир Владимирович, звоню поздравить вас с успешным проведением фейкорендума. Ой, этого референдума. Спасибо. Вас сейчас, наверное, все поздравляют с присоединением новых территорий к России, поэтому я тоже хочу присоединиться. Ну, в смысле, присоединиться к поздравлениям, я имею в виду. Спасибо, Александр Григорьевич. Вообще, хочу сказать, что это вы хитро придумали. Присоединить к себе эти территории, чтобы теперь ваши войска убегали не с Украины в Россию, а якобы просто перемешались по стране. Ну, не все так однозначно. Да, кстати, смотрел полностью ваши обращения. Не, ну, конечно, так обращаться со своим народом только вы можете. Это комплимент или упрек? Упырек? Не, ну, если упырок для вас это комплимент, то вы упыр с большой буквы. Вы же знаете, как я вас всегда хвалю. И, между прочим, почему вы меня на этот свой шабаш не пригласили? Вы что думаете, я среди всех этих ваших прохлебателей не смог бы выделиться? Да вы не волнуйтесь, я уверен, мы скоро с вами увидимся. А, то есть вы уже в курсе, что у нас деньги заканчиваются? Хорошо. Кстати, хотел про эти северные потоки у вас спросить. То, что там сейчас газ выходит и булькает из-под воды, это нормально? Скажем так, это не критично. Да, просто я в ванной, когда лежу, у меня тоже бывает булькает из-под воды. Но иногда бывает, что критично. Вот и решил с вами проконсультироваться. Я ж так понял, эти трубы кто-то взорвал? Вы правильно понимаете. Сразу хочу сказать, что это не мы. Да-да, мы тоже так всем сказали. Сказали, что это не мы или что вы это не мы? Или не мы, не вы, или что? Кто их в итоге взорвал? Штаты или вы сами? Скажем так, взрывы произошли в штатном режиме. А, значит, все-таки штаты. Ненавижу этот их режим. А что там у вас с мобилизацией? Мобилизация проходит успешно. Есть, конечно, и такие, которые не хотят идти служить. Хотя, казалось бы... Не понял, так вы в армию не только людей, но и животных набираете? Каких животных? Ну, казалось бы, это же вы сейчас про армию вашу говорили. Я говорю, казалось бы, почему не идти? Мотивация-то хорошая. Лада Калина, она же на дороге не валяется. О, вспомнил, что еще хотел спросить. Вот эти 97% на референдуме, это реальный результат? Или вы его специально чуть-чуть занизили? Я просто слышал, что там все 114% было. Только честно, Александр Григорьевич, там все прошло так же, как и на ваших прошлых президентских выборах. А, понял. Значит, референдум был честный. Кстати, хотел бы уточнить один момент. У нас же в Беларуси никаких там похожих референдумов в ближайшее время не планируется. Но это будет зависеть от того, как быстро вы подключитесь к нашей спецоперации. Вы почему до сих пор к ней не подключились? Ждем вас. Вы же сами сказали, что толком еще не начинали. Как начнете, мы сразу подключимся. А то ломанемся раньше вас, и получится, что это мы напали на Украину. И вообще, а почему сразу было не подключить к этому наше ОСББ? Что подключить? ОСББ. Ну там, где Армения, Казахстан, мы с вами. ОДКБ? Да, точно. Почему? Ну там сейчас сложная ситуация. Армения, как я понимаю, хочет выйти. Да и пусть выходит. С катертью картошка. Найдем себе других союзников. Монголию, например. Нам-то какая разница, какую страну не зашишать, если на нее нападут? Александр Григорьевич, а вы иногда говорите умные вещи. Конечно. Это я только на первый взгляд обычный колхозник. А если приглядеться, то я обычный колхозник, который иногда говорит умные вещи. Ну да. Кстати, Владимир Владимирович, хотел давно спросить, а что такое Гаага? Это город такой, в Нидерландах. Ага. А вы эти нирдегланды вот эти тоже планируете захватывать? Да нет вроде. А почему вы спрашиваете? А тут просто в новостях постоянно пишут, что вы обязательно окажетесь в Гааге. Это с рабочим визитом или так отдохнуть? Ну скажем так, если я туда по каким-то причинам попаду, то скорее всего отдыхать буду. И наверное до конца жизни. Серьезно? Ну если поедете, вы ж надеюсь меня с собой возьмете. Можете не сомневаться, если я туда поеду, я всех за собой потяну.